всем привет вы на канале крипто комманс мы в новом модненьком районе пуэрто модера это такой элитный центр короче буэнос-айреса и посмотрим с вами как обычно конечно же не на всю эту красоту здесь реально прикольно все так чистенько модненько новенько дубайский вайп такой сити а мы посмотрим с вами как обычно на графике поэтому ставьте лайк если вам заходит крипто контент и давайте буквально быстро минут за 10 15 попробуем разобраться чё здесь такое происходит погнали и так что же у нас тут происходит с вами на графиках вот давайте посмотрим на четырехчасовой таймфрейм для начала что мы здесь видим что мы пока все еще не сломали вот эту поддержку которая у нас здесь нарисовалась более менее устойчивая да посмотрите в районе 60 тысяч на здесь очень много нас откупали мы ее удержали в итоге но мы тем временем пробили вот эту локальную поддержку которая здесь тоже рисовалась по большим заявкам стакане по лимитным заявкам со всех спотовых бирж который нам помогает отслеживать скринер trdr офигенная кстати тема но сейчас не о нем а сейчас о том что смотрите мы пробили этот уровень соответственно вот потенциально следующая поддержка у нас может быть вот здесь где бы предыдущие сильные покупатели там не только на четырехчасовике но и на 12-ти часовики они тоже были видите а на четырех часовики здесь не было покупателей то есть что это нам говорит что в моменте с одной стороны это это хорошо что здесь были покупатели то есть они все еще есть они никуда не делись просто рыночный продавец укатал цену ниже с другой стороны конечно надеяться на то что сейчас этот уровень устоит и это просто ложный закол может быть так что это медвежья ловушка и все но также по графику ну по техническому анализу более вероятен сейчас мне кажется выход вниз смотрите сами как вы думаете тут такая парабола вырисовывается классическая только не в ту сторону как обычно плюс опять же сходить за ликвидациями тех кто жадничает с плечами сейчас в лонг и собрать вот эту ликвидность которая здесь явно есть да то есть тут будет первый серьезный уровень опять же это не значит что там мы удержимся но там какой-то отскок хотя бы но будет я думаю если полетим вниз сейчас к 60 тысячам напишите в комментариях стать в каких вы позициях в лангах или в шортах по битку или по альткоинам и кстати говоря если в этим торгуете тоже то то сейчас на бирже gate идет офигительный конкурс состязания еще две недели он будет продолжаться для трейдеров минимального порога входа нету то есть вы можете торговать на любую сумму там на 10 на 100 долларов и очень крутые призы очень крутые призы на первые три места это три пятнадцатых айфона короче в чем фишка что этот чисто для нашего комьюнити сделали состязание то есть в принципе очень немного народу участвует так что и соответственно шансы на победу тоже велики поэтому поэтому обязательно вступайте и как раз если вы еще не зарегистрированы на бирже gate вот это касается вас потому что в основном это для новых пользователей если вы как раз думали диверсифицировать свой трейдинг портфолио не знали где то вот сейчас самое время то что там офигенные бонусы по нашей ссылке вы можете вступить в офигенные состязания и выиграть iphone ну и вообще достаточно крутая хорошая надежная биржа входит в топ 5 там или 6 по-моему по coin market cap очень много пар что удобно здесь есть очень много как пар очень много альткоинов и сейчас как раз все пары в usdt соответственно идет учет в соревнованиях что касается меня я как раз и думаю что нужно начинать уже торговать активно чтобы показывать какой-то пнл в состязании но пока не понимаю что делать то есть с одной стороны нельзя сказать да что не перекуплен то есть локально понятно что глобально биток все еще конечно перепродан и это лонг но это больше такой инвесторский лонг и долгосрочная история да с этим туза муном который может быть а может не быть но все ждут его завтра а завтра его не происходит поэтому вот я нахожусь тоже сейчас на распутье потому что вот прыгивать в сделку прямо сейчас не хочется надо ждать какого-то сетапа поэтому чего я жду по биткойну это куда он выйдет сейчас из этого из этой ситуации мы пойдем вниз я буду здесь набирать лонг на отскок спекулятивный по 60 по 62 буду заходить 51 по 58 если упадем туда если пойдет наверх то возможно спекулятивный шорт от уровня 72 откуда-то но только со стопом только с хэт штопом потому что ребята вынести могут всех то есть это все еще пора было не забывайте о том что это все еще конечно же пора было 12 часовик вот у нас были сильные покупки на 60 тысячах и все эти спекулятивные шорты вы помните что это и есть они есть как раз топлива для рынка на котором рынки растут так параболически и маниакально как мы с вами видели и в семнадцатом году и коммун 21 22 но и во многих других поэтому вот об этом тоже не забывайте нас ждет ту за мун но просто все-таки он происходит с коррекциями и лето пора кэш-аута я думаю что да выход может быть даже медвежий из вот этой ситуации вниз куда-нибудь ниже вот этих значений чтобы испугать всех вообще 53 52 там все ритейл хомяки выйдут и потом то уже может полетим на 148 или куда вы там ждете напишите в комментариях куда вы ждете биток и кстати смотрите вот арсай на 12 часовике у нас вот здесь вот это что было 40000 это было дно локально у нас у нас сейчас арсай практически там же то есть смотрите у нас не так конечно он занырнул то есть еще одно небольшое падение и арсай занырнет вот так и если он сходит ниже этого значения как вот здесь было то это вообще будет скрытый бычий дивер потому что арсай уже я имею ввиду смотрите арсай цена выше уже в почти в два раза да в 20 ну в полтора раза а арсай на тех же перепроданных значениях как и вот здесь на дне когда мы отскакивали так что ребята с шортами не шутите осторожней торгуйте нагейте вместе с нами если у вас еще нет там аккаунта переходите кладите любой депозит хоть 100 долларов и начинайте участвовать в нашем замечательном состязании вот а по альткоинам посмотрим в следующем видео пишите какие альткоины также вас интересует в комментариях и в долгую помните что вот у нас только случился халвинг поэтому все время каждый раз в истории биткойна после халвинга на зеленом манифлоу на бычьем арсай у нас был экспоненциальный рост как вы можете видеть так что вряд ли он уже закончился посмотрите каждый раз когда мы переписывали исторический максимум мы уходили выше сами все видите ребята поэтому тут как говорится решать вам вот а у меня на этом все это был короткий обзор спасибо что смотрите крипто комманс и да не забудьте про состязание на гейт на вроде это уже сказал но поторговать хочется и как есть какой еще вариант но только на небольшой объем конечно вот можно и вот так делать типа изменения смотрите краб у ездите упал на 56 процентов но это риск 62 процента вот откупить какой-нибудь скам который на минутках упал это моя стратегия во нифига себе вы можете вообще наоборот чего-нибудь шортануть то что отросло как бы вы можете что хотите делать в этом то и заключается весь трейдинг и вся ваша индивидуальность поэтому это чё это спот что ли на фичах ее нету короче находите монету который вам нравится но только будьте осторожны это очень высокорисковый волатильный рынок вот бир юсд сегодня из детей на 25 процентов подорожал но тоже он на дне еще можно и щитки короче ланговать но лучше лучше торговать биток эфир то у чего более предсказуемое движение turbo вот кстати тоже я это и шортил и ланговал и в телеге у нас писал обязательно еще подписывайтесь к нам в телеграммчик если вы еще не подписаны и до встречи в следующих стримах или видосах скоро увидимся пока-пока всем профитроли чё пора яхать отсюда наверное